В окончании урока хотелось бы остановиться на некоторых моментах использования 3D-инструмента в программе. Мы изучили, как создавать геометрию, изменять и настраивать сцену. Для чего все это нужно? На простеньком примере рассмотрим, в каких случаях нам может пригодиться 3D-программе. Это всего парочка из десятков или сотен тысяч примеров использования 3D. Но для начала подойдет. Итак, перед нами секвенция файлов, рассчитанная в Максе. Это простенькая сценка, комната и анимированная слегка камера. Перед нами стоит 3 задачи. Первая – это заменить фон, или точнее вид из окна. Вторая – добавить какую-то картинку на окно, а точнее спроецировать некое изображение. И третья – добавить какой-то 3D-элемент на выезжающую площадку. Вот она у нас. Ну а во всем по порядку. В начале – замена бэкграунда. Здесь есть некоторые нюансы. Прежде всего – отражение. Я специально убрал из сцены все объекты, оставив лишь стены. Дело в том, что как в реальном мире, так и в правильно настроенном 3D окружении, все материалы отражают свет. Даже очень темный цвет в реальном мире отражает хоть чуточку света. Идеально поглощающая свет поверхность, наверное, только черная дыра. Поэтому все, что находится в комнате, отражает окружающий мир. Сейчас, может быть, это не очень хорошо видно. Но если мы переключимся на слой Reflection, то видим, что на полу есть явное отражение голубого неба, а на потолке есть желтые оттенки зданий. А это не сильно отражающие поверхности. Что уже говорить, когда в сцене есть металл, стекло, зеркало, любые хорошо отражающие поверхности. В таких случаях нужно заменять не только окружение, но и отражение на объектах. Теоретически это можно сделать и на посте при помощи тех же пассов, но посвятим это один из следующих уроков. А пока вернемся к нашим задачам. Итак, каким образом мы можем заменить окружающий мир? Пока не будем вручать внимания на отражение, просто рассмотрим саму технику замены. Прежде всего, каким образом мы можем это сделать без использования 3D? Я думаю, имея те знания, которые мы получили до этого момента, можно сделать так. Первое, это попросту сделать Roto. То есть создать маску на окнах и пронимировать ее, поскольку камера все-таки движется. Второе, это создать маски, используя 3D пакет. Вот, к примеру, у меня есть выгнанная маска. Называется Mate. Вот эта маска просчитанная в 3D Maxx. Выгнанная из секвенции. Белым цветом обозначены те места, где у нас находится окружающий мир. Соответственно, черным показывается вся остальная геометрия. Геометрия комнаты. Используя Shuffling, то есть ноду Shuffle, мы можем без проблем перевести белый цвет из RGB канала в альфу. То есть добавляем ноду Shuffle и из любого слоя, поскольку белый цвет имеет одинаковые показатели для всех трех каналов, мы вытягиваем альфу. Можно из любого. Кстати, берем, например, из красного канала. Теперь у нас есть альфа. Вот она. До этого у нас ее не было. Теперь она у нас появилась. Вот теперь мы можем ее использовать как маску для вырезания веграунда. Использовать ноды можем разные. Тоже ноду Copy или Shuffle Copy. Ну, воспользуемся Shuffle Copy. Один канал подключаем к альфе, второй к RGB слою. Второй канал у нас RGB так и остается, а альфа берется с первого. Все верно. Теперь вырезаем при помощи ноды PreMont. Мы вырезали фока. Нам нужно наоборот вырезать геометрию. Поэтому добавляем ноду Invert. Вот таким образом мы можем отделить бэкграунд от остальных объектов. Конечно, использование масок, прощитных в 3D, это самый лучший вариант. Использование рота в сцене иногда довольно кропотливый процесс. В данном варианте простенькая сцена и простенькая анимация. В более продвинутых сценах, со сложным движением камеры и сложной геометрией, ротопейнт займет кучу времени. В то время, если у нас есть 3D сцена, мы можем легко и просто при помощи цветового выделения отдельных элементов иметь возможность быстро создать качественную маску. В нашем случае я использовал белый цвет. Но таким же образом мы можем использовать все три цвета, выделяя ими различные объекты. При этом нодой Shuffle мы можем выделять три различных объекта. Но вернемся к нашему заданию. Создав маску любыми из перечисленных способов, мы не решим задачу до конца. Подставим, к примеру, любое изображение на фон. Вот у нас есть изображение. Воспользуемся нодой Merge. Естественно, нам нужен новый реформат. И трансформация. Ну, к примеру, так. Естественно, если движется камера, то относительно ее бэкграунд также передвигается. Поэтому его нужно анимировать. Либо вручную, либо использовать трекинг. То есть мы можем взять оригинальное изображение и отречить любое из этих зданий. Этого будет, в принципе, достаточно. И, используя эту информацию, мы можем передать движение ноде Transform для бэкграунда. Но, опять-таки, это легко на этом примере. Для начала давайте рассмотрим то, как мы можем при помощи 3D в программе подставить изображение на фон, а также попробуем воссоздать для него маску. Удадим пока все эти ноды. Маску пока оставим. Переместим ее в сторону. Вот так. Итак, 3D. Прежде всего, нам нужно перенести геометрию сцены или некоторых объектов сюда в программу, а также камеру. Перенесемся на мгновение в 3D Max. Я использую этот 3D-пакет, потому примеры буду показывать на нем. Вот наша простенькая сцена. Объектов не очень много. Окружение, он же бэкграунд, размещен на вот этой изогнутой плоскости. На ней помещена картинка. Есть две камеры. AnimCam. Это та же анимированная камера. И вторая камера, SteelCam, которая стоит на месте, наведена на окно. Ее мы будем использовать для проекции изображения в окно. Прежде всего, чем перенести данные в Nuke. Давайте посмотрим, каким образом можем создать маску для бэкграунда. Первый, самый простой способ, это попросту закрасить определенным цветом объект, который мы в дальнейшем хотим выделить. Если это один объект, в данном случае, можно использовать белый цвет. Если несколько, можно использовать отдельные цветовые каналы. Плоскость, которая здесь представляет бэкграунд, закрашиваем в белый цвет. Для этого я использую V-Ray Light. Установим, например, 2 интенсивность. А всю остальную геометрию мы закрасим черный цвет. Вот так вот. Отключим глобальное освещение, все источники света. Вот она. Вот такую маску я использовал в Nuke. Вот она. Также мы можем изначально создавать слой бэкграунда в V-Ray пассах. В настройках пассов есть пасс, который называется V-Ray Background. Вот он. Работает, правда, только тогда, когда в роли бэкграунда выступает Environment Map. Спрячем пока эту геометрию. На вкладке Environment используем карту. Эту же карту, к примеру. Сделаем просмотр. Пока поставлю на паузу. Ну вот. Как результат, все, что находится за пределами геометрии, будет покрыто этим изображением, или солидом, которым указали в Environment Map. Тогда при рендере в пассе Background будет иметься это изображение. Соответственно, позже в Nuke мы можем использовать этот пасс для подмены. Также имеется альфа-канал, который мы также можем для подмены использовать. Ну, перейдем к делам. Вначале нужно перенести геометрию из Max в Nuke. Вернем Background. Итак, переносим геометрию. Я часто пользуюсь для этого небольшим скриптиком, который называется Nukem. Вот он. Можете поискать в интернете, его можно скачать. Только поставил его на .com, пока иконку не прилампичил. Но это не важно. Кроме простого копипаста, здесь есть некоторые настройки. Но нам пока нужно всего вот эти вот три кнопки. При помощи кнопки Select Camera выбираем камеру. В данный момент Aninkam. Далее при помощи кнопки Select Objects выбираем всю геометрию, которая находится в нашей сцене. У нас ее не так много, поэтому выбираем всю. При помощи кнопки Output Path мы выбираем временную папку, в которой будут храниться файлы, которые мы будем сейчас экспортировать. Я создал папку 3DTemp. Вот, в принципе, и все. Теперь жмем кнопку Nukem и ждем результата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!